Добрый вечер дорогие друзья, добрый вечер наши дорогие довички, партнеры нашего проекта Orange Group. Классно, что вы сегодня на нашем вебинаре обучающем. Сегодня у нас пятая школа обучения для новичков, очень полезная, очень нужная. Это первые шаги онлайн рекрутирования, это самая основная тема нашего бизнеса, суть нашего бизнеса заключается только в рекрутении. Это основа нашего успеха, основа нашего достижения, это рекрутирование. И сегодня мы поговорим, как же начать новичку рекрутировать в соцсетях. Меня зовут Наталья, я с города Астаны, я спикер и партнер проекта Orange Group, успешно сотрудничаю с компанией, партнером, компанией Reflame. Мне очень нравится наш, что у нас такой крутой проект. И сегодня кто из новичков присутствует на нашей школе, очень здорово. Я, к сожалению, не вижу чата, но надеюсь, что меня видно и слышно хорошо. И сегодня наша тема это рекрутирование. Сейчас я включу, сделаю демонстрацию экрана, и мы с вами перейдем непосредственно к слайдам. Наша тема сегодняшняя это рекрутирование. Рекрутирование это залог нашего успеха. Поверьте, дорогие друзья, если вы еще совсем, только вот недавно присоединились в наш проект, и у вас сплошная каша в голове, вы не знаете, что делать, как, очень много у вас каких-то вопросов, очень много у вас, не можете найти какие-то ответы, с чего начать, что делать. Поверьте, проходя все школы поэтапно, начиная с первой школы обучения и кончая во второй школы. Так, я сейчас еще раз проверю слайды. Если вы совсем недавно пришли в наш проект, и у вас каша в голове, то поверьте, что вы действительно, проходя все наши школы, вы поэтапно будете, у вас все сложатся, как говорят, пазлы в голове. И вы уже прошли 4 школы, и у вас уже сложилось понятие. Теперь мы с вами будем сегодня начинать рекрутировать. Вы знаете, что есть несколько способов приглашения людей. Есть холодный рынок и есть теплый рынок. Скажу сразу, что на теплом рынке результат, конечно, намного лучше. Почему? Потому что, ну, как правило, наши знакомые и близкие нам больше доверяют. Наши знакомые и близкие нам доверяют больше. И поэтому, когда мы им делаем предложение, делаем мы им предложение, они, как бы, вот статистика. Если мы сделали 10 приглашений, то один точно присоединится. Что касается холодного рынка, рекрутирования, это, например, надо сделать в интернете 100 контактов, чтобы к нам кто-то присоединился. Чтобы к нам кто-то присоединился. И статистика такая, что вы сделали 100 контактов, вы сделали 100 контактов, но присоединился, к сожалению, только один или два. Это статистика, да? И поэтому, если вы, пока вы на теплом рынке строите отношения, делаете какие-то ватсап-рассылки, приглашаете, я вам рекомендую параллельно уже развивать свои соцсети, начинать или сделать страничку ВКонтакте, или сделать стариночку Инстаграм, потому что рекрутирование – это основа нашего бизнеса, и уже желательно начинать с первых дней, с первой недели уже начинать развивать свой бизнес. Цель рекрутинга – найти своих ключевых партнеров. Чем быстрее мы найдем своих ключевых партнеров, тем скорее у нас наш бизнес начнет раскручиваться, да, мы сдвинемся с мертвой точки, тем быстрее у вас будет результат, у вас будет всегда хорошее настроение. Вы знаете, ребята, рекрутинг решает очень много проблем. Если у вас плохое настроение, вы не знаете, что делать, просто рекрутируйте, просто заходите в социальные сети и делайте предложения незнакомым людям. Все шаблоны, все тексты для рассылки вы все получите и на сегодняшнем, и получили уже на втором уроке, да, для теплого. Поэтому рекрутирование решает очень много задач, да, и это старт хороший для того, чтобы, как бы сказать, сделать взлет, старт со взлетной полосы. Главные верты, по которым можно определить вашего потенциального ключевого партнера, да, он должен обязательно нацелен быть на результат. Должны быть ежедневные действия, рекрутирование, ежедневное действие, да. Даже если что-то не получается, это еще как бы, ну, не искать причину, а искать действительно на самом деле возможность. Вот если вы видите, у вас на самом деле такой человек, то в первую очередь вы должны помогать именно этому человеку, если вы, он подходит под все критерии. Онлайн-рекрутирование. Сейчас очень много социальных сетей, где можно, откуда можно брать людей, да, огромное количество, но самые популярные, как бы, сети для приглашения людей, самые удобные сети, можно сказать, более простые, это, конечно, Инстаграм. Инстаграм вообще очень хорошая сеть. У нас, знаете, у нас на профиклубе есть замечательная девушка Юля Вудко, которая работает в Инстаграм и с удовольствием с вами поделится о своих секретах, потому что у нее очень хорошо получается, но вам всего лишь надо быть в профиклубе. Профиклуб – это для избранных, кто делает 150 бонусов баллов. Друзья мои, если вы делаете 150 бонусов баллов, так значит, с вами будут делиться самыми классными, совершенными секретами для того, чтобы быстрее, быстрее выйти на хороший уровень, чтобы быстрее ваш бизнес продвигался, да. Поэтому, если вы еще не профиклубе, это будет хорошая для вас мотивация, чтобы научиться работать и узнать секреты работы в Инстаграм, это у Юлии Вудко. Это у нас будет на события, на тренинговом центре, мы потом в анонсе, по-моему, это уже есть. Сеть-одноклассники. Сеть-одноклассники – очень привередливая сеть, да, вы знаете, что там нельзя рассылать никакие ссылки, запрещено, нельзя много добавляться в друзья. То есть это такая более, как знаете, более привередливая сеть и очень такая жесткая, да. И поэтому просто через одноклассники, я считаю, что можно просто своих найти каких-то старых друзей, однокурсников, одноклассников и перевести уже их, ну, в ВКонтакте, в Инстаграм, на Ватсап, да, хороший способ. Кто-то работает в Фейсбук, кто-то обожает в Фейсбук работать, потому что тоже кто-то уже рыбает, плавает там, как рыба в воде, это тоже классно. Если у вас есть эти все, если вы все в этих социальных сетях, то здорово, выбирайте. Есть сеть «Контакт». Сеть «Контакт», я считаю, что это самая лояльная сеть, где очень хороший контингент, где очень много тусуются и молодые, и средний возраст, люди разных категорий, разных профессий, разных возрастов. И мне очень нравится сеть «Контакт», и, ну, как бы вот у меня с «Контакта» я рекрутирую в «Контакте», и сейчас постигаю «Инстаграм». «Инстаграм» тоже хорошая сеть, но «Контакт» для меня более такой приемлемый, и мы сегодня, конечно, поговорим о социальной сети «Контакт». Огромное количество людей тусуются в интернете, вы это прекрасно понимаете. Это холодный рынок, да, я уже сказала, что когда вы пришли, и вы новичок, старайтесь сначала отработать свой теплый рынок. Пока вы со своим списком знакомых отрабатываете со своим куратором, да, параллельно уже можете в холодном рынке пока подготавливать странички, пока подготавливать свои рабочие места, да, наполнять, например, «Контакте», наполнять страничку своими друзьями, наполнять, да, чтобы потом давать информацию и приглашать в свой бизнес. И статистика, я уже сказала, конечно, по теплому рынку, как бы с 10 может 1 присоединиться, а вот с холодного рынка может со 100, ну, давайте возьмем даже не со 100, а с 60, с 50 – 1. Ну, надо как бы делать, получается, в интернете надо больше делать действий, нежели со своими знакомыми, да, как бы давать, приглашать в бизнес. И мы сегодня поговорим о рекрутировании ВКонтакте. У кого-то уже есть странички, кто-то уже давно зарегистрированный в этой сети, да, и все… Эта сеть очень такая интересная сеть, и мне она очень нравится, и удобно раскручивать свои бизнес-странички, просто свой бренд, да, это как бы сеть очень такая, ну, классная сеть. Правила общения в интернете – это общие правила общения в интернете, это для всех, касаемо и Одноклассников, и Фейсбука, и Инстаграм, да, это какие-то общие правила общения в интернете с людьми. В интернете такие же люди, как и мы, естественно, да, такие же живые, такие же… и так же реагируют на все, и поэтому нам как бы надо вот так вот осторожно все… вести себя очень корректно, как бы лояльно ко всем относиться, да, потому что у нас бизнес, мы… у нас бизнес, как говорится, с человеческим лицом, и мы должны его преподносить достойно, да, никогда нельзя какие-то в лоб сразу какие-то делать предложения, приглашения, да, потому что, как правило, люди от этого убегают и шарахаются, да, от вас. Это вы уже, наверное, может быть, сами уже это знаете. Нельзя на своей страничке предлагать работу напрямую. Не хвастайтесь своими там какими-то успехами, просто рассказывайте о себе, важно не хвастаться, а просто рассказывать о себе и делиться этим, да, это вот разные вещи. Важно просто, чтобы человек заинтриговал, чтобы ваша страничка заинтриговала его, а не просто там, там, как так вот вы решили просто, вот я такой-то, я такой-то, да. Никогда не пишите огромные тексты, они тоже не читаются. Достаточно какой-то, если вы разместили какую-то фотографию, написать два-три слова и такие вот… просто как будто вы, представляете, вот эта страничка – это ваш дом, да, и вы должны вести себя так, как будто вы у себя дома, то есть нормально, по-человечески, да, и вот как бы вот так же и на своей страничке. Когда вам заходят ваши гости, да, домой, да, мы что должны быть? Мы должны быть внимательны, гостеприимны, уважительны, да, даже чтобы, если там кости наши не отмочили, да. Нужно просто выяснить, готов ли их человек к общению. Например, когда вы добавляете в друзья, да, например, если человек вам просто добавился в друзья, то обязательно поблагодарите его, скажите «здравствуйте», имя. и ждите, если он ответит, то человек, значит, готов к общению, и вы можете спокойно с ним заобщаться, да, спокойно вести с ним переписку, там, наладить с ним общение, контакт. Ну, желательно, чтобы человек был с вашего города, но это, ребят, это не принципиально, потому что интернет не имеет границ, неважно, с какого города этот человек. Но я имею в виду, что желательно хотя бы он должен быть с вашей страны, да, ну, потому что нет, почему? Потому что, ну, во-первых, это удобно где-то, ну, конечно, будет хорошо, если он будет с вашего города или из ваших близлежащих каких-то поселков, да, или городов. Это в том плане, что если вы, мы просто могли с ним где-то встретиться, пригласить его на мероприятия, на какие-то поздравительные семинары такие вот, вот в этом плане. А рекрутировать можно, в принципе, интернет не имеет границ, да, ну, как бы вот вам удобно, вы уже выбирайте сами, но это не принципиально. Обязательно учитесь делать комплимент, обязательно делайте комплименты. Никогда ни с кем не спорьте и не ругайтесь, и не выясняйте в сообщениях отношения, потому что это наша цель, наша цель не выяснять отношения, а наша цель для того, чтобы как можно большему количеству людей рассказать о наших возможностях, о наших путешествиях, о наших, все, что дает, все, что, с чем мы можем поделиться классным человеком, да, и не стоит тратить время на какие-то ненужные переписки даже, я считаю, да, сегодня мы поговорим о переписках, чего не надо, переписок, что не нужно делать, и на чем не надо заострять внимание. И не отправляйте, конечно, одинаковые тексты. Почему? Потому что программы так установлены, что если одинаковые тексты вы отправляете большое количество раз, то вас просто могут заморозить вашу страничку. Ну, в лучшем случае заморозить, а в худшем случае уже забанить навсегда, да, вот такие. И есть некоторые правила введения страницы, да. Какую информацию нужно выкладывать на своей страничке, да, теперь поговорим. Есть несколько видов информации, которую надо выкладывать на вашей страничке, в последовательности, то есть по очереди такая информация, как она выкладывается, вот давайте теперь разберемся немножко. Конечно, в первую очередь должна ваша быть личная информация, информация, это ваши личные фотографии, ваши семейные фотографии, ваши детки, где вы там гуляете, куда-то вы пошли в театр, куда-то вы пошли в кино с семьей, то есть какие-то семейные события. То есть для чего это делается? Для того, чтобы там показать, что вот моя семья, вот это делается для того, чтобы люди понимали, что вы живой человек, что вы у вас видели как бы ваш образ жизни, чем вы занимаетесь, вот к таким как бы страничкам люди больше притягиваются, нежели просто какие-то заходишь на страницу, там какие-то одни репосты, какие-то чужие умные мысли, и знаете, эти люди просто неинтересны. То есть на вашей страничке должна быть ваша личная информация. И желательно не делать вообще никакие репосты. То есть не, например, зашли вы на какую-то страничку, например, умные мысли, решили вы там, например, сделать какой-то, понравилась вам картинка с каким-то текстом интересным, да, и вы сделали репост, и картинка перешла сразу на вашей страничке, да, оказалось. Но, ребят, хочу сразу сказать, потому что когда, например, ваши друзья будут заходить на вашу страничку, когда люди будут заходить, и по этому репосту, конечно, они автоматически могут выйти с вашей странички, даже не понять, где они были, что они делали, и уже будут в той группе, откуда сделан репост, да. И как бы, если вы просто хотите уже, скопируйте, но ставьте какой-то свой текст, что вам это понравилось, это высказывание, этот, как здорово, например, вот что-то свое, да, это самое главное. Информации, значит, ваша фотография, ваша личная информация должна быть 50%. Всех от числа общих статусов 50% должна быть. Профессиональная информация, это, например, командные фотографии, мероприятия, где-то вы там съездили на какой-то семинар, либо что-то посетили, или там что-то встретили с каким-то удивительным человеком. Должна быть 30%, да, это для того, чтобы, ну, не навязывать как-то, не навязывать себя, вот что вот все, вот, как бы, только вот бизнес, 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 да, то есть это должно быть разбавлено. И еще можно сделать, есть такие посты-воронки, да, эта информация должна быть 20%. Это, например, когда вы выставляете какую-нибудь, какую-нибудь картинку, это уже по, ну, как бы, вот по бизнесу, да, например, выставляете какую-то картиночку и к ней вставляете реферальную свою ссылку, да. Это вот, и почему это называется воронка, потому что когда, например, или вы разместили просто свою фотографию на каком-то, там, где-то вы отдыхали, или на каком-то бизнес-семинаре, и сделать, например, написать какого-то несколько строк и ставить туда реферальную ссылочку. И пост-воронка – это когда люди кликают на вашу ссылку и оказываются на вашем лендинге, да, это наши настраничные сайты. Вот таких вот воронок, ну, если взять, например, 10 постов идут подряд, вот через 10 постов, через 10-12 постов один пост-воронка. Это 20% всего вот таких постов. Потом я покажу на своей страничке, да. Вот такую информацию вы должны знать. 50% – личная информация, 30% – это профессиональная информация, где командные какие-то мероприятия, командные фотографии, да, чтобы люди видели, что у вас бизнес, что вы не одна тусуетесь, а что с вами команда. И пост-воронка – это всего 20%, где вы можете размещать реферальные свои ссылки. В ВКонтакте это делать можно. В других сетях, в Одноклассниках, там, например, в Одноклассниках делать ни в коем случае нельзя. В ВКонтакте это можно. Вот видите, даже у меня на моей страничке есть реферальная ссылочка, да, как бы вот стоит, ну, у меня тут как бы статус, зарабатываю онлайн, то есть я никого не зову, пошли идти зарабатывать или присоединяйтесь, просто я сама, я сама, да, это мы сами, мы никого не зовем, а мы просто заинтересовываем людей. Желательно иметь, вот у кого нет страничек ни в Инстаграм, ни в Одноклассников, если вы решите, вдруг вам комфортно будет работать ВКонтакте, значит, делайте себе, оформляйте себе 5 страничек. У меня 3 странички, основная и 2 рабочие. Но я с основной страницы тоже работаю, но не активно, но тоже работаю, да. И если у вас, вы решили работать ВКонтакте, то делайте 5 страничек, минимум, если вы только решили работать ВКонтакте. Если у вас другие еще странички есть, в Инстаграм, в Одноклассниках, то, пожалуйста, можно делать минимум 3. Сколько же можно приглашать в день друзей? Всего 50 человек с одной страницы можно добавлять друзей. Всего 20 сообщений рассылать. Но лайки и комментарии можно сделать до 500. То есть это как бы вот больше количества, да. И если вы работаете лайками и комментариями, то есть вы заходите на страничку, если вам понравился человек, вы просто заходите на аватарку, просмотрели его страничку, если он не в бизнесе, никакого у него нет такого, какого-то, ну, я имею в виду, что он где-то не в сетевом маркетинге, маркетинги нет, то вы можете ему поставить лайк, где-то фотографии ему, и написать, какая классная у вас страничка, здорово, вы там, ну, или какие-то вопросы, в дальнейшем поговорим. То есть, да, вот 50 друзей только можно добавлять с одной странички. Вот что можно, вот я тут показала, что на моей страничке тут можно размещаться, это какие-то, вот у нас конференция в Болгарию будет, это наши мероприятия, это наши какие-то такие праздники, которые, вот пост воронка, да, вот пост воронка, проводишь время в интернете, проводи его с пользой своего кошелька, да, и вот тут у меня внизу стоит ваш информационный, вот у меня ссылочка на лендинг стоит, да, вот этот, вот таких постов должно быть всего 20%, то есть на вашей странице. Приглашать друзей, вообще, ребят, желательно, ну, чтобы друзья быстро добавлялись на свою страничку, когда вы только, например, создали страничку, и она обязательно должна где-то отстояться у вас неделя, да, ну, в контакте это так, да, неделька должна быть отстояться страничка. И вы потом добавляете, друзья добавляются через друзей. Приглашаете в друзья только через друзей. То есть у вас вот на страничке есть друзья, да, вот друзья, вы заходите, например, к Ольге там, или к Регине, и добавляете друзей. Почему? Потому что, ну, у нас такие люди, когда видят, что, ага, есть совместные друзья, вот, тогда они лучше добавляются. Вот это вот уже испробованный такой способ, вот вы поймете. И тогда, нежели, когда вы просто заходите в группу и начинаете добавлять, например, друзья, то меньше добавляется, да, а когда через друзей добавляете в друзья, вот тогда, тогда быстро наберете на своей страничке друзей. Смотрите обязательно, кого приглашаете. Обязательно смотрим, кого приглашаем. Почему? Потому что, ну, нам не нужны всем подряд. Вы заходите на страничку, да, если смотрите, человек, как бы такой простой человек, просто свои личные фотографии, какие-то семейные, какие-то все, что вы не видите, что нет никакого бизнеса, нет, нет, то действительно, то вы, естественно, его добавляете друзья, да, если уже человек, у него есть какой-то бизнес, чем-то он занимается, то, ну, во всяком случае, просто вы потратите время. И как найти еще людей? Да, заходим в друзья, поиск друзей, и выбираем, конечно, по параметрам. Почему по параметрам? Потому что есть параметры и правила, критерии поиска, по которым мы можем выбирать, да, вот мне очень нравится вот эта вот функция ВКонтакте, по каким критериям мне нужно выбирать возраст, по возрасту, да, ну, по-моему, в Одноклассниках тоже такая функция есть. Обязательно там, ну, подайте регистрацию, смотрите, или там по популярности, это уже ваш выбор. Обязательно выбирайте город, обязательно возраст. Ну, город, я уже сказала, город желательно ближе к вам, потому что, чтобы вы с человеком могли, ну, хотя бы видеться на мероприятиях, да, хотя бы с ним, там, вот, как бы, чтобы увидеть его воочию, побыстрее, чтобы почувствовать человека, да, вашего партнера. Желательно. Ну, во-первых, это будет вам удобно, и тому человеку будет удобно куда-то приехать к вам, чтобы, там, на какие-то события, на какие-то поздравления и все такое. Хотя это не столь принципиально, да. Возраст. Ну, возраст выбирайте тоже, с каким возрастом вам комфортно работать. Это тоже, если, например, вы студент, и вам не имеет значения возраст, то, как бы, вы можете выбирать любой возраст. Я выбираю уже от 25 и где-то до 45, вот такой, но от 25, это уже когда обычно, там, замужем, девушки уже понимают, уже осознанно, уже, как бы, и детей имеют, да, уже понимают, нужно зарабатывать деньги, мужу помогать, там, все такое. Женский пол, я работаю только женским полом, ну, мужчинам, естественно, выбирайте себе, кого вы хотите, да, если у нас мужчины есть в проекте, и обязательно с фотография, чтобы вы видели человека, да, если там какие-то кошечки, собачки, или какие-то просто картинки, то если вы не видите лица, да, ну, как бы, если не видите глаз, то вы не поймете, что это за человек, и вообще, как бы, потому что по фотографии, много можно что прочитать, ну, если вы, как бы, это, и нажимаете на имя кнопкой, и страничка открывается в новом окне, обязательно посмотрите, найдите, что понравилось у вас, обязательно, там, поставьте лайк, или сделайте комплимент, да, чтобы человека заинтересовать перед этим, перед тем, как посылать ему какие-то там приглашения, обязательно комплимент, это второй шаг, когда же мы уже добавили его, второй шаг, сделать комплимент, например, если вы зашли на страничку, где мама в декрете, да, сделать комплимент деткам, да, например, какой у вас потрясающий ребенок, здоровье малышу, и вашему, вам и вашему малышу, да, или какой у вас интересный малыш, ну, можно бы любые комплименты сделать, и, а мамочкам всегда приятно, да, когда говорят о их детках, для тех, кто любит готовить, ой, их вообще огромное количество, заходишь на страничку, там одна готовка, одна сплошная, да, и вот прям хочется сказать, боже, Яна, привет, какая у вас вкусная страничка, да, спасибо за рецепт, да, у меня такое было, для предпринимателя, ну, если вы видите, что, как бы он, занимается у него какой-то бизнес, но не касаемо, как бы не похож на наш, то вы можете ему, например, Татьяна, привет, вижу, вы предприниматель, сама себе хозяйка, респект вам, да, и мало ли, тоже может этот человек зайти на вашу страничку, поинтересоваться, чем же вы занимаетесь, да, а у вас там ссылки на лендинг, какие-то там интересные фотографии, даже у вас, если пока нет у вас фотографий командных, попросите фотографии у своих кураторов, спонсоров, директоров, они обязательно с вами поделятся, да, чтобы оформить вашу страничку, чтобы она у вас была оформлена, и 20-30 процентов, чтобы у вас было про бизнес, да, если вы хотите работать с мужчинами, обратитесь к спонсору, да, он уже вам скажет, как есть, какие примеры есть, если у вас высшестоящие мужчины, может быть, тоже есть спонсоры, они знают, как разговаривать на, уже с позицией мужчины, что же можно мужчинам предложить, потому что мужчины очень серьезные товарищи, они любят деньги, поэтому их не завлекешь какими-то там, какими-то там, не знаю, баночками, им надо как бы говорить все серьезно, и вот, и вы интересный человек, как мне показалось, и позитив, и юмор, и много интересного, чем занимаетесь, вот это вот, что можно так вот, как бы мужчинам, да, такой вот комплимент сделать, третий шаг, это ответить, да, как же ответить, не важно, что вам ответили на ваш комплимент, всем отвечаем примерно таким текстом, но важно, конечно, вот не отправлять одинаковые тексты, вы уже поняли, да, меняйте словами, заменяйте на синонимы, потому что это все чревато, или забанят, или заморозят страничку, да, нужно свои странички, если вы правильно, друзья мои, будете вести свои странички, то у вас странички будут всегда, и никто их никогда не тронет, и если там не будете слишком бурной деятельности вести, то есть и сразу, и тут сегодня и посты размещаете, их большое количество, и с кем-то переписку ведете, и добавляетесь в друзья, или это, ну вот все вот это, вот это тоже как бы такая бурная деятельность, тоже модераторами отслеживается. Вот, например, такой пример, мне показалось, что вы очень общительный человек, вы мне понравились, у меня есть свой интернет-проект, нет ли среди ваших знакомых, кому нужен дополнительный доход, то есть мы к человеку не напрямую обращаемся, да, а как бы и человеку уже интересно, ну почему мои знакомые, и мне тоже интересен доход, да, вот как бы вот так сразу, как бы вот, почему не мне предлагают, да, и сразу как-то задевает, а что у вас такое, там, пишут, расскажите, о чем вы занимаетесь, или второй вариант, например, ну, обязательно имя, у вас есть страничка, вы общаетесь, складываете посты, выкладываете, и не получаете за это деньги, хотите делать то же самое, и зарабатывать при этом, интересно, пишите, нет, если интересно, я закрою эту тему, вот такой вариант, или попросите шаблоны, у нас, у нас все, в принципе, шаблоны, все эти, будут на обучающей, ОБС у нас скоро будет, обучающая система есть, да, и все получите, и как бы у спонсоров, в ваших кураторах, есть очень много всяких вот таких текстов, которые вы просто можете вместе составить, и сделать себе папочку отдельную, да, и просто потом менять слова, менять, какие-то заменять на какие-то синонимы, но чтобы было похоже, как бы, суть оставалась одна, да, или такой пример, здравствуйте, случайно зашла на вашу страничку, она мне очень понравилась, у меня есть к вам деловое предложение, как вы смотрите на то, чтобы зарабатывать лишние 500, или можно написать, если вам комфортно, можно написать, если вы хотите больше, как бы завлечь, можете написать 1000 долларов, со своей странички ВКонтакте, да, вот этот текст очень работает хорошо, я практически, я его иногда переделываю, да, но суть вот остается у меня одна, одна эта текста, да, то есть я сначала ставлю, лайкаю на, смотрю страничку, захожу к человеку, да, я даже его не добавляю в друзья, ну, как бы вот я на такой секрет, что я сначала не добавляю в друзья, я просто делаю ему лайки какие-то, могу сделать комментарий, какой-то комплимент, а потом могу отослать текст. В этом случае ваша страничка, конечно, должна быть оформлена под бизнес, да, уже должна быть оформлена, и на вашей страничке уже обязательно должны быть, ну, где-то больше 150 человек, желательно, да, желательно, но можно уже, если даже у вас есть 60-80 человек, у меня вот есть странички, где 60, даже есть 50 человек, новые странички, да, я уже потихонечку работаю с этими текстами, да, потому что, ну, чем раньше вы начнете это делать, тем раньше вы, тем быстрее у вас появятся ключевые партнеры. Наша цель нашего проекта, да, мы зацелены на изначальная наша цель, главная наша цель, можно сказать, да, это на цель золотого директора. Наша цель нашего проекта, это помочь новичкам, помочь всем выйти на уровень золотого директора, и поэтому нам надо найти, мы ищем ключевых партнеров. Если вам ответили «да», и если вам ответили «да», то никогда не пишите суть дела, не ведите переписки, почему, потому что как одно слово, одно какое-то слово, и вы можете испортить все, люди просто не поймут, поэтому я не веду переписок, я сразу перережу человека на скайп или на ватсап, я говорю «где вам удобно обсудить это дело, по ватсапу или по скайпу?» Обычно люди отвечают по ватсапу, да, потому что как бы скайп не очень удобно, не у всяких, и почему я говорю по скайпу, потому что я понимаю, если не скайп, то ватсап точно, да, это вот такой как бы ход. Потом еще, если вам на самом деле интересен заработок, можно обсудить это дело. Вам где удобно, опять по скайпу или по ватсапу, да, то есть мы человеку просто даем выбор, где ему удобно, а он уже, и если ему вообще это интересно, он, конечно, скажет «ну, давайте по ватсапу», потому что сейчас очень много людей, сразу отвечают, кому интересно, кому нужен доход, они отвечают, дают сразу ватсап. Или не дают телефон искать. И некоторые пишут «ну, давайте, напишите, пожалуйста, суть здесь». Я говорю «нет, здесь я информацию не даю, потому что боюсь, что вы меня не поймете». И пишу «если вас действительно интересует доход, давайте я вам отправлю видео на наш онлайн-провет. Если вам понравится идея, здорово, если нет, ничего страшного». Вы согласны? И как бы вот такой текст, он как бы не напрягает человека. Ну, если не понравится, то ничего страшного. Ну, и вот так вот. И я ему обязательно. Затем я пишу «напишите, пожалуйста, вашу электронную почту». Все, не могу тут убрать WhatsApp, потому что мы, если человек уже не дал на WhatsApp, напишите, пожалуйста, электронную вашу почту, а то здесь не очень приветствуется. Я даже не… Хотя в ВКонтакте можно отсылать реферальные ссылки, можно давать информацию, но я это не делаю, друзья, сознательно. Почему? Потому что, если у меня у человека уже будет с ним контакт, электронная почта, и это уже здорово, можно с ним общаться. Если человек ответил «нет», ну, благодарю вас за ответ, я всегда пишу. Я всегда пишу «благодарю вас за ответ», потому что… Почему? Потому что в следующий раз, может быть, через несколько месяцев я могу этого человека опять ему сделать предложение. Может, у него будут подходящие моменты, хорошее настроение. Сами понимаете, потому что, например, сегодня у человека все нормально, а через два месяца может быть, какая-то быть ситуация, ему нужны будут срочно деньги, и он рассмотрит с удовольствием это предложение. Благодарю вас за ответ, можно просто быть друзьями в ЭК, я пишу, и смайлик. И можно еще написать, если вдруг вашим знакомым понадобится дополнительный доход, пишите или звоните мне, мой WhatsApp, и пишите свой телефончик, оставляйте свой WhatsApp, и как бы у человека уже остается контакт с вами, да, и где-то он даже, если надумает, он вам в любое время может написать. И всего хорошего. Вот, вы знаете, ребят, такие тексты вот очень хорошо работают, вы просто проверьте. Вот действительно, наша задача с вами, вот что вы, если вы обучаетесь, да, каждый день, и вы это сразу должны же применять на практике, не завтра, не послезавтра, а прямо сегодня попробуйте уже, да, для этого и вы проходите обучение, и для того, чтобы действительно быть профессионалом и работать в интернете, надо постоянно обучаться, да, мы, ну, как бы, мы, учиться надо всегда, мы все постоянно учимся, для того, чтобы, как говорится, чем больше знаний, тем больше и чем быстрее и больше денег в кармане, больше развивается, больше мы сами развиваемся, естественно, у нас больше знаний появляется и больше денег в кармане, как говорят. Если вам человек дал телефон, в WhatsApp, пишите ему сообщение. Благодарю, вам позвонит менеджер проекта и проинформирует вам, проинформирует вас о сути дела. И уже даете телефончик кандидата вашему менеджеру. Ну, вы даете телефончик кандидата, менеджеру в том случае, если ваш менеджер уже проводит собеседование, да, если он сможет провести, рассказать о сути дела. Если пока ваши, как бы, менеджеры этого не делают, то уже директора, там, или кто, ваш менеджер обязательно должен, как бы, уметь это делать, да. А если вы, если вы сами уже можете проводить собеседование, да, если у вас уже есть практика, то, конечно, вы с этим человеком можете провести собеседование сами. Но нежелательно, даже если вы что-то знаете, нежелательно, потому что сначала вам поучиться, хорошо попрактиковаться, а потом уже проводить самостоятельное собеседование, потому что наша задача, чтобы провести грамотное собеседование, чтобы после этого человек, у него сложилась картинка, что он действительно хочет попробовать, и что ему это интересно, наша задача. Если вам человек написал электронную почту для получения информации, мы уже говорили, имя, обязательно пишите имя, наш сайт, вы отправляете ему ссылку на лендинг, и пишите, почитайте информацию, внизу страницы, короткая анкетка, заполните, и вы получите доступ на два видео. Если вы решите сотрудничать, то нажмите кнопку «Мне нравится, я присоединяюсь в проект». Заполните анкету и нажмите кнопку «Подтвердить регистрацию». Вот почему, друзья, очень важно, когда вы отправляете человеку ссылочку на лендинг, обязательно пишите этот текст, потому что я сама убедилась, но многие люди путаются, куда написать свое имя, там внизу или наверху, поэтому сверху страницы короткая анкетка, да, вот когда, ага, вот анкетка, и люди понимают, потому что многие путаются, иногда даже, ну, мы поначалу путались, представляете, новый человек, когда приходит, вы должны ему прямо провести, чтобы ему было это удобно и комфортно, и быстро все сделать. И тогда, возможно, он посмотрит два видео, а тут еще и кнопка «Мне нравится, я включаюсь в проект», и он заполнит вашу анкетку. Вот примеры, давайте переписок немножко тут посмотрим, да. Например, вы зашли на страничку, вот, например, к Оле, у вас, и увидели, что у нее красивые фотографии, обязательно сделайте-ка привет, у вас красивые фотографии. Да, здравствуйте, Оля, у вас красивые фотографии, и Оля, конечно, вам ответит «Спасибо», да, ну, нормальный, адекватный, уравновешенный человек, да, вот на, если это всегда, ответит «Спасибо» и «Благодарю». Оля, у вас такая интересная страничка, видно, что вы открытый и позитивный человек, да, ну, как бы, если человек расположен к общению, то он обязательно скажет вам «Спасибо», очень приятно. Давайте познакомься, если вы не против. Я не против, например, да, и вы сразу переходите к делу. Раньше я работала в детском саду, сейчас развиваю свой собственный бизнес в интернете. А вы чем занимаетесь? То есть нам не нужно ходить кругами и писать какие-то тексты, друзья, это я вам точно говорю, на это время тратить не надо. Если вы, у вас цель рекрутирования, вам цель, у вас вот, вы поставили лайк, сделали комплимент, поздоровались, и, в принципе, и можно сразу отослать, как бы, сделать предложение, да, если нет, то следующее, если нет, то следующее. Как бы, не стоит время терять на переписке. Оля говорит, приятно познакомиться. Я в декретном отпуске, малышу полтора года, педагог, да? Взаимно, замечательно. У вас такая благородная и уважительная профессия, но, к сожалению, государство оценивает, не оценивает по достоинству ваш труд. Да, точно, Оля отвечает. И, например, Оля, я уже сказала, написала, что развязываясь собственный бизнес в интернете, вам нужен дополнительный доход? Или можно по-другому вопрос задать, да? Вам интересен дополнительный доход? Или интересна тема о дополнительном доходе? Да, это уже ваша, как бы, ваша вантазия. Вы сами можете фантазировать, ну, как бы, не фантазировать, а задавать вопросы, как бы, ну, какие вы считаете для себя нужными, да? Деньги всем нужны, согласна. Я могу помочь, да? Вы говорите, что я могу помочь. Отправляем ее ссылку на презентацию проекта. Можно отправить ссылку на презентацию. Можно найти видео на видеоблоге в разделе презентацию, где, например, там, где-то молодые мамочки, мамочки в декрете, да? Где, там, короткое видео, там, бизнес-презентации проекта. Ну, чтобы, как бы, Оля посмотрела и уже сделала какие-то свои выводы. И написать, мне очень важно, чтобы вы сами все посмотрели и разобрались, да? Посмотрите внимательно видео. Как вы смотрите, напишите мне, хорошо? Тут вопрос должен быть, да? Хорошо, спасибо. И через час, через два, через три обязательно позвоните или дайте знать, ну, Оль, посмотрели там, ну, как у вас дела? Удалось вам посмотреть в видео, да? Что решили? Далее уже, когда Оля какие-то, ну, по-любому начнет какие-то вопросы, может быть, задавать, а может быть, скажет, ой, вы знаете, мне не подходит. И тогда уже работа идет с возражениями, да? А с возражениями вы уже знаете, как отвечать на возражения, потому что вы пришли в школу, да, возражения. Вот кто не был на возражения в школе, обязательно посмотрите. Если человек обещал отправить данные и не отправил, в таких случаях мы пользуемся дожималками. Есть такие дожималки, да, которые, ну, человеку необходимо отправить, может быть, он что-то думает, раздумывает, ну, написать, например, ой, здравствуйте, там, например, жду ваши данные. Или у меня сейчас есть человек на регистрацию, я хочу зарегистрировать его к вам. Жду ваши данные. Если вы поближе познакомитесь с человеком, вы можете выбрать видео на сайте, вот о чем мы говорили, да, и видеоблоги, и уже как бы по его интересам, по его, может быть, какая-то история похожа, да, я же сказала, может быть, это домохозяйка, да, может, это бизнесмен какой-то, или просто индивидуальный предприниматель, историю именно взять, или мамочка, это в декрете, да, похожая презентация, потому что у нас там презентации дают разные люди, и можно выбрать видео, под стать этого кандидата и отослать. Посмотрите, пожалуйста, да, может быть, что-то общее есть у них. И, возможно, это видео повлияет на этого человека. Поэтому у нас как бы всегда есть, что предложить людям. У нас всегда есть, что предложить людям. Ваша задача, если вам понравился человек на самом деле, заинтересовать его, предложить или видеоинформацию, или предложить презентацию, да, потому что у нас крутой очень проект, и у нас есть все, есть вся информация, которую мы можем дать человеку, в общем-то, сильно не напрягаясь там и не распинаясь сами, да, не ведя там какие-то переписки. Этого я еще раз повторю, что переписки большие вести не нужно, это не имеет смысла. И когда ведутся переписки, люди, скорее всего, вероятно всего, они даже не понимают, ну, в словах не передашь ту суть, которую чувствуешь на самом деле, да. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, например, я предложила там работу, отправила предложение, а мне сказали, пожалуйста, предлагайте. И я тут уже человека перевела на почту, да. То есть она мне отправила свою электронную почту. Вот тут Мадина мне отправила свою электронную почту. Второй вариант переписки, где я уже, здравствуйте, мне ответила мой дыр, здравствуйте, а как же это возможно, она мне написала. И я тут уже думаю, нет, я не буду переводить на электронную почту. Я написала Мульдыр. Если вам интересен доход, на самом деле можем это обсудить. Вам где удобно, по скайпу или по ватсапу, да. И человек, не думая, прислал мне свой ватсап. И все, и мы уже потом созваниваемся с этим человеком. Уже в какое там удобное время договариваемся. Поэтому, друзья мои, люди, если вы к человеку расположены, если вы ведете правильно свою страничку, если вы пишете корректные, лояльные тексты, не напрягая никого. Так, я извиняюсь. Что-то у меня тут. Значит, люди с удовольствием дают ваши контакты и с удовольствием вам дают телефоны. Вот это наша самая задача. От кандидата или получить электронную почту, или если телефон, друзья, это вообще здорово. Когда с человеком вы разговариваете вживую, он вас чувствует, и вы можете передать свои ощущения, свои чувства. Вот это вот самое главное. Поэтому хочу сказать, что сегодня, сегодня прям, что мы сегодня с вами проговорили, какие тексты вы можете уже сегодня это все применить на практике. Не откладывайте это в долгий ящик. Потому что наш бизнес, я еще раз говорю, это рекрутирование. И когда у вас пойдет телефоны, контакты, у вас будет время, и у вас, поверьте, появится время и звонить быстренько, и приглашать, и им рассказывать. И у вас не будет время что-то там депрессниковать или еще что-то. У меня нет людей, а у меня нет того, а у меня не получается. Просто это, друзья мои, надо делать. Это просто надо делать. Ну, на этом моя школа сегодняшняя закончилась. Всего вам доброго. Хорошего вам рекрутинга и хороших вам бизнес-партнеров. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин